Сегодня поговорим о дисциплинарном производстве. Но позволю себе дать небольшой комментарий по предыдущему уважаемому спикеру. Вся тема, которая здесь продвучала, она рассчитана исключительно на добросовестность участников гражданского оборота. И те юридические схемы, о которых здесь говорилось, это все для добросовестных лиц. Однако по собственной практике бывают очень страшно агрессивные ситуации. И совершенно неравные параллы между участниками, между мужем и женой. И вот когда я слушал практику суда, скажем так, вежливые конструкции в плане раздела имущества, в плане два дела из практики, я просто считаю, правильно будете сказать. Значит, он цветочный король, страшно богатый человек, она жена. Он ее выкидывает зимой в ночной рубашке и говорит, пошла вон отсюда, ничего-то у меня не получится. Малолетний ребенок, страшно агрессивные отношения. Я занимаюсь ее защитой. Ко мне приезжает группа лиц кавказской национальности и вежливо, вежливо говорят, Алишер Гюльевич, выходите из этого дела. Вам здесь быть не надо. Вот. Что делать в этой ситуации? Вторая ситуация. Значит, у него завод железобетонных конструкций, два рынка. Простым русским языком говоря, крыша. Идет отстежка. 5-6 квартир. 20 лет совместного брака. Он забирает у нее все золото, выкидывает ее на улицу. Говорит, пошла вон отсюда. Ты ничего не получишь. Как только он узнает фамилию Захидова, он говорит, Если ты к нему придешь, я его убью. Да, вот все в таком духе. Поэтому я почему это все говорю? Я говорю не просто так. Да, там деньги были хорошие, обещанные, все такое прочее. Но прежде чем вставаться вот в такие... Ну и одной моей знакомой Маше просто переломали ноги. Когда она разводила одних вечером. Потом она долго, несколько лет ходила на спицы. Вытягивали ей. Приводили скелеты, все такое прочее. Приводили ей в состояние. После этого Маша перестала заниматься практикой по разводу имущества между супругами. Поэтому прежде чем вставаться в такого рода дела, нужно 25 раз подумать. Не смотреть на деньги и оценивать все риски и последствия, которые могут быть. Потому что все, что здесь говорилось выше, уважаемым спикером, с большой практикой, я с уважением. Все это рассчитано на добросовестность участников гражданского оборота. Да, я там был. Но потом я оценил ситуацию. Я сказал, я не буду в ваши дебри лезть. Вы там сами. Потом я узнаю, что это было правильно. Сегодня они... Милые бронятся, только тешатся. Сегодня они... А завтра они сошлись. Потом я узнаю, что он потерял бизнес от партнеров. Ну и там как бы вот так. Но люди были очень богатыми. Так, это вот что касается такого комментария по поводу предыдущего выступления. Теперь по поводу сегодняшней встречи, сегодняшнего разговора. Мы сегодня говорим о дисциплинарном производстве. 95% дел по дисциплинарному производству – это дела, связанные с адвокатами по назначению. Вся первая статья. Рассматривая практику, я нашел кейсы в случае, касаемо гражданско-правовых дел. Все связано с тем, когда адвокат не приходит на судебное заседание. Почему-то посчитав, что эти заседания носят технический характер, формальные, а вот эти вот знаковые. Так он сам решил. Вывод понятный. Если ты не можешь ходить, нужно страховаться, брать партнерство второго адвоката, либо помощника, делать доверие на двоих. Если ты не хочешь, второй ходит заниматься такого рода делами, но мы об этом еще поговорим. Значит, по статистике, по Москве, мы сегодня говорим, по московской практике, это порядка полутора тысяч жалоб на адвокатов. Палата балансирует в этой ситуации, потому что она понимает, что утюжить ковровую зачистку адвоката по назначению она не может, потому что завтра некому будет работать и выполнять обязанности адвоката. Поэтому сохраняется баланс интереса. Как бы надавливает, но как бы и защищает. Защита заключается прежде всего в том, что за год 56 адвокатов были так прекращены, все остальное замечание и предупреждение, что само по себе достаточно сидящее. Значит, были большие опасения, что в связи с изменением в 20-ю статью Кодекса профессиональной этики о том, что на адвоката может жаловаться другой адвокат, доверитель, судья, потом произошли расширения, соответственно, полномочий на органы в лице Минюста, тоже подключился прокуратура и следователь, то есть сегодня на адвоката жалуются все, кому не лень. ПИСК расширился, я, конечно, больше всего обращал внимание на те процессы, которые инициированы в Минюстер. А их не так много. 56% забыл. Все. То есть, с моей точки зрения, это, скажем так, достаточно корректная практика. В основном, 1200 жалоб – это граждане, то есть наши с вами доверители, наши с вами подзащитные, остальные – это юрлицы. Ну, какие у нас сегодня есть варианты? Значит, у нас вариант 3 – это замечание, это предупреждение и это прекращение статуса. Хорошо или это плохо, это до рамок данного разговора. Я не буду заниматься оценками. Ну, как говорится, начну с себя. Значит, в отношении меня тоже возбуждали дисциплинарные производства. Я закрываю. По последним двум процессам. Это было что? Это я в Москве, она в Иваново, она меня находит и просит заняться гражданским делом. Я беру с нее деньги, не заключая с ней соглашения, начинаю выполнять гражданско-правовое обязанное. Пишу ей иски, пишу ей замечания. Потом, не видя ее, кстати, ни разу, это была еще одна ошибка, потом что-то у нее переснуло в голове, то ли другой адвокат какой-то появился, то ли советчики. Я не хочу с вами работать. Я говорю, ну подождите, я же у вас взял деньги, то ли 60, то ли 80 тысяч, я не помню. Ничего не знаю, давай возвращай деньги, я не хочу с тобой работать. Значит, моя ошибка какая была? Первая, я не заключил соглашение. Вторая ошибка, я не провел эти деньги. Я подумал, что этого будет достаточно. Значит, она пошла на меня в суд. Пала, спасибо вопрос, не провел деньги через коллегию? Ну да, через кассу. Она мне просто перевела эти деньги и все, да. Значит, вот две главные ошибки. Я был безоружен, потому что она пошла в палату, палата дала ей представителя против меня. Тогда это еще вот такой институт приветствовался. Они не стали возбуждать дисциплина нового производства, они просто пришли и сказали, иди в гражданско-правовый суд и взыскивай с него деньги. На все мои доводы в суде я не бегал, я пришел на суд, показал бумаги, которые я подготовил. Там было 4 или 5 исковых заявлений. Ничего не знаю, это неосновательное обогащение. Где договор, на основании которого это работает? Нет договора, нет разговора. Все, разговор окончен. Соответственно, с меня взыскали 20 тысяч тогда на представителя, и вот та сумма, которую я заплатил. Это был хороший урок. Я уже заплатила. Да, я это все вернул. Соответственно, вывод какой? Обязательно заключать адвокатские соглашения. Они нужны всегда. Они нужны как в глазах следствия, как в глазах доверителя подзащитного, и прежде всего в глазах суда. Дальше. Второе дисциплинарное дело, которое было в отношении меня, это... Пожалуйста, Виктор, вот этот момент, то есть у меня две основные ошибки, вот это было? Деньги я не провел через кассу. То, что не проводили через кассу? Да, да, да. На это обратили внимание? Да, конечно, да. Как это было? Следствие? Нет, на тот момент нет. Я говорю, даже дисциплинарного производства не было. Она приехала в палату, пожаловалась на меня, и они дали ей представителя для суда, для гражданского правового дела против меня. А как вы там узнали, что вы звонили с ним? Ну, я не мог предоставить оправдательный документ. Просто не было, и все. Было третье очевидение. Он сказал, что я деньги взял. Да. Там, наверное, перевод на карту. На карту, да, на карту. Я ее даже не видел ни разу в том-то и дело. Ошибка моя была четвертой в том, что я не познакомился в очную с доверителем. Из этого я делал. Я еще раз объясню. Вот с учетом моего личного опыта, первая встреча всегда должна быть очная. Какая угодно. Если бы не было границы. Я отправляю соглашение, то есть я его подписываю, я его скальнирую, я делаю договорку о том, что такие почтовые ящики, я это считаю, их лично значимыми документами, принимаются в ряд пересылок, потому что они имеют себя в торги. И так вот, что я беру, распечатываю, сам подписываю, отправляю ей, она распечатывается, подписывается, и сканы не отправляет. Я после этого не спечатываю, несу инженерию, что-то отдает. Антон, я просто по практике могу сказать. Варианты бесчисленное количество. Я всегда на первую встречу вызываю человека в коллегии. Это вызывает доверие. Сейчас появился зум, когда зума не было. Сейчас есть скайп, и я должен видеть лицо человека. Я хочу на него посмотреть, кто это, как он себя ведет. Это невозможно. Но тогда 25 раз нужно подумать, а надо идти в темную, работать с этим человеком, потому что конфликтность, когда всплывает, ты видишь реальное лицо, и что это за человек. И я... Я вам на психологическую сторону хочу обратить внимание. Я говорю, прежде чем работать с человеком, я вот сегодня я хочу увидеть. Сегодня обыкновение такое. Вот не знаю, то ли люди странные, то ли что. Мне на Телеграм пишут там три страницы дела. Я говорю, зачем вы мне пишете? Вы мне позвоните хотя бы раз и поговорите со мной голосом. Я пытаюсь позвонить, она на Телеграм ставит запрет. Я даже не знал, что есть такая функция. То есть я не могу человеку позвонить на Телеграм. Есть такая штука. Я таким человеком работать не буду, потому что такая форма общения лично меня, как адвоката Захидова, не устраивает. Есть, извиняюсь, смысл в том, что Алишер говорит, что выступает, говорит, вот я считаю, нужно делать так. Вы услышали, а дальше делаем то, как считает нужно. Да, у меня такие... В вашем случае тоже правильно, вы все делаете. Все правильно, да. Есть определенные риски, и вы их берете на себя. Вот и все. У меня риски такие... Я вот послушал его и подумаю, буду так делать или по-своему. Да, у каждого своя правда. Да, но время, то, что обучение прошло, нам зачет пойдет. Не понял. Ну, время обучения зачет пойдет. Да, ну мы все обличаемся. Сегодня такая тема... Сейчас перебили. Не, не, я смотрю, все собрались в основном, кто занимается уголовной практикой, поэтому... А 95% это сегодня дела по назначению, поэтому... Это полезно. Это штука такая, что... Это самая уязвимая категория адвокатов, которые занимаются адвокатами по назначению. А, ну, из своей практики я опять расскажу. Значит, второе дисциплинарное дело, 128, прямой день, клевета. Мудрейший судья, женщина в возрасте, советской школы, мировой участок, не хотела лезть там никуда в кореньевую лестницу, все время работала на земле. Мы выиграли суд. В процессе я столкнулся с рядом вещей. Значит, он ходил... Фёдор Михайлович, он ходил на суд со средствами оперативного видеонаблюдения. Ручка, камеры, галпут с иголкой. Я пишу в следственные органы, говорю, обратите внимание, вот такой представитель. Откуда средства спец... Как это правильно сказать? Спецоперативного. Ну, спец вот этих. Для скрытой... Да, да, да. Кто ходил взять доверитель? Обиженный, да. От которого подал заявление, да. Значит, у него там была трипредлода такая. Значит, когда он стал проигрывать дело, он начал глотать таблетки, и у него началось какая-то давление. Сидит-сидит, потом раз, 180, мне плохо, вызовите скорую, мы три раза откладывались. На четвертый день, раз я подхожу к суде, говорю, обратите внимание, что что-то ненормальное. Явная симуляция. Она проявила характер, сказала, знаешь, что, милый мой, сам работаешь, сам сиди, никуда отсюда не уйдешь. Значит, она проявила характер, он ввел. А потом на меня полетели жалобы. Мы сцепились с ним в коридоре, потому что он мою доверительницу обзывал самыми последними словами. Там русский язык отдыхает. У ней было... Фабула дела очень простая была. У ней была своя мастерская по ремонту видео, телефонной связи, но сломали они его ноутбук. Значит, он орал, что у него ноутбуки на тот день не закрыты 232 гражданских процессов. Я просто прифигел от того, какая вовная активность у человека, то есть, занимается потребительским экстремизмом. Ну, да, то есть, он говорил, что она там СЭП, МЭП и всякое такое прочее. Но я сцепился с ним в коридоре, немножко так вот толкнул, отчего он на стену полетел, потом на меня полетели там жалобы. Значит, какие жалобы были? А вот такие, он меня упорно не называл адвокатом, он меня называл Захидовым, не адвокат, Захидов, а просто Захидовым. А такие люди, как Захидов, нападают в темное время суток на граждан в общественных местах. Вот эта фраза мне запомнила, запомнила свою емкость, я приказал в палату, ну, как и полагается по процедуре писать объяснительную, если писать, нужно обязательно. Я услышал лестную оценку, когда он там написал на меня на 15 листов. А дело как левитет, всего ничего. О чем речь-то? Вот, ну, Машка моя молодец, она не обижалась, хотя плакала в суде, там достаточно прессинг был большой. Хорошо защищаете, значит, раз на вас такой пасху написали. Вот реакция палаты была на тот случай. Сейчас ситуация изменилась, сейчас Московская палата рассматривает дела в режиме ЗУ, что с моей точки зрения крайне неудачно, если областная палата рассматривает живьем, и обыкновение нашей палаты заключается в том, что с адвокатом, которого, в отношении которого возбуждается дисциплинарное производство, входит представитель, то бишь я. Это очень важно, почему? Потому что, находясь за дверью в ожидании нашего часа, я видел адвокатов, которые с трясущимися руками ожидали там приглашения в комнату для разбора полетов, визбежуя незащищенность, страх, потерянность и присутствие, скажем так, представителя крайне необходимо. Значит, что мы можем делать? Опять-таки, когда возникают риски, чтобы не дразнить гусей, адвокат имеет право не ходить на дисциплинарное производство, а имеет право отправиться до своего представителя, адвоката. Вот по себе я рассказал, теперь вторая часть выступления это по поводу той практики по нашей коллеге, с чем мне удалось столкнуться. Значит, опять-таки, один, не буду я называть имена, не надо, значит, по факту, все публикуются, по факту, значит, он берет с нее 600 тысяч рублей, обещает ей пряники в плане того, что разрешение вопроса о прекращении уголовного дела, после того, как деньги берет, не выходит на связь от слова совсем. Она приезжает к Федосимову, жалуется на него, по нему там огромный негатив, шлейфово художеств, сейчас ему прекратили статус. Я ей говорю, что коллеги не отвечают за действия адвокатов, я могу вам подсказать тот путь, который мы можем пройти в плане обращения в палату и прекращения статуса. То есть, она не услышала меня, сказала, нет, мне не надо, мне вот нужны деньги, вы не хотите мне вернуть и все такое прочее. Ну, понятно, мошеннический момент на лицо, женщина растеряна, потеряла 600 тысяч и, скажем так, не услышала нашу добрую волю о предоставлении ей услуги с точки зрения защиты ее интересов и прав. Поскольку я сказал, по 20, значит, еще раз скажу, значит, по второму случаю, который был, связан с тем, что адвокат достаточно неаккуратно в один день набрал дела по 51 статье, у него произошло наложение срока. По первому делу долго его выводили, привозили, соответственно, наложилось на второй процесс. Там еще ситуация была связана с тем, что он был еще адвокатом по соглашению, он имел неосторожие спорить с комиссией по поводу того, что... А у меня есть приоритет... Это отдущий. Да, у меня есть... Ну, я не хочу самим его называть, просто по фабуле вопрос. У меня есть приоритет, у меня есть дело по соглашению, и я считаю, что вот я там должен быть... Это катастрофическая ошибка в глазах палаты. Любые дела, как по назначению, так и по соглашению, равны. Если ты выходишь заниматься, ты должен заниматься так, как бы ты занимался это по соглашению. Эта установка еще идет со времен Резника, который в свое дело прекратил статус адвоката того, кто защищал Псковское дело. Помните, когда она пожаловалась, что Псковская дивизия уехала в места не столь отдаленные, мать пятерых детей, приехали люди штатскому, ее арестовали, дело имело большой резонанс. Значит, общественный резонанс привлек внимание палаты и начали выяснять личность того адвоката, который работает с ней по 51 статье, ни одной жалобы, ни одного возражения, ни одного ходатайства, ничего не было. По делу адвокат отбывал свое присутствие, молча присутствует на всех заседаниях. Резник прекратил стать делал, да, потому что она мать многодетных детей, но просто женщина по малограмотности, по неразборчивости, где-то то ли в соцсетях, то ли в меня как-то не усвещено. По секрету всему свету рассказала. Помните, да, эту историю? Да, рекоментировали ей в соцсетях. Я считаю, что Резник достаточно жёстко высказался и достаточно однозначно по этому времени. Там действительно адвокат ничего не делал. Он ничего не делал, Публиковали, что он из этого я сделал вывод, что если ты берешь дело по 51, ты надо отдавать себе отчет, что ты должен работать так же, как бы то, что если бы тебе платили 100, 200, 300, 400, или шпианчик по-моему выбрать. Типа такой. Да, да, там тяжелая статья была, там приехали люди вставками, ее забрали, арестовали и все такое прочее. Мне ему только 4-4-5-4-5 детей. Можно ответствовать еще один? Они через год обидны. Вот так вот. Так, значит, еще по дистанционному производству, по нашей коллегии. Очень нервно относятся к адвокатам, которые выезжают работать в другой регион. Калужская область, Воронежская, Костромская. Сам выезжал несколько раз и офигевал, когда адвокат с судьей разговаривает на ты. Нина, Галя, Клета, Валя. И вот этот весь большой парк в лице прокуратуры, в лице адвокатского сообщества, в лице приезжает московский адвокат, которого нельзя причесать, потому что он неудобен. Значит, у нас есть очень уважаемая моя адвокатесса, которая вела дело по 162-й, и практически дело шло к оправдательному приговору. Судья выделил дело для проверки и направили дело сюда, в палату, в московскую. она в Москве дело рассматривала за 142 километра от Москвы, зимние заносы, несколько раз оправдывала, с большим профессиональным служебным долгом, вся больная, но приезжала, несколько раз просила отложить, перенести, поскольку она в Москве, суд за 140 километров, ехать по заносам сложно, там, в дороге у нее еще машина сломалась, судья всячески ее склоняла и давила на соглашательскую позицию на обвинительный приговор, она категорически возражала, в результате по второй части 163 она получила по растрате 40 тысяч штрафов, я считаю, что это полосальная победа, и тем не менее она пойдет в апелляцию, значит, мы подготовили ряд документов, я попросил в палату подготовить приговор, результат ее работы, что сделано, вот, посмотри, были письменные заявления, хамское отношение совершенно судьи, которое всячески провоцировало ее на конфликт, но она достойный человек, с достойным лицом, выглаживала все конфликты, думая об интересах доверителя и уходя от всякого ненужного выяснения дурацкого отношения. Да. Жалоба написала. Вот я как раз сейчас, я фабула, судья, я как раз фабула говорю, значит, поскольку она не согласилась принять условия местного, скажем так, эстаблишмента, говоря мудрым языком, вот полетела жалоба за то, что она в назначенные судебные заседания отсутствовала без уважительных причин, хотя у нее на все отсутствие были открыты больничные действия. Значит, что мы сделали? Мы сейчас написали, мы приложили список нарушений, отдельным лицом подготовили список профессиональных нарушений судьи при проведении процесса, плюс письменное объяснение, плюс все медицинские документы, плюс приговор, плюс жалоба в поле в коллегии нужна судье. Я говорю, не надо жалеть, давай пиши, не бойся. Как оно будет, так и будет. Да, в поле в коллегии, пусть судья немножко, скажем так, на землю отпустил. Значит, обзновение Московской палаты, они рассматривают дело не так, как в области. Я уже говорил, если область у Галаганова живьем, вызывают, вот там 15 человек в 16 сидеть, и тебя начинают там спрашивать, там все в зоне. Крайне неудобно, нервно и ну неудобно, потому что, ну вот последнее заседание меня застало федеральным судья арбитражного округа, я сижу там, значит, хотел пойти в кафе, в кафе музыка играет, в машине невозможно. Там сел, ко мне два охранника подходят, что вы там видео, я говорю, ребят, я тут, нельзя. Я, значит, звоню, ну ты же не будешь с этими приставами спорить, служба охраны, я говорю, давайте перенесем. Ну они с пониманием отнеслись, аналогичная ситуация у меня была в дюйзингском суде, как только я там открыл видеоконференцию, тут же подлетели охранники, мы сейчас вас выведем, я говорю, все, все, ребята, не спорю, закрываем. А как, по московским судам есть предписание, запрет на видео там этих всех сообщений. Как поступила Московская палата? Они, узная, что приговор не вступил в законную силу, они перенесли до вступления в законную силу. То есть мы сейчас отложились, направлены операционные жалобы в Калужский областной суд, да, в Калужский областной суд. Соответственно, они решили подождать и посмотреть до вступления в законную силу. То есть вот наше правильное поведение заключалось в том, что мы направили приговор. Я ей сказал, давай отправляй приговор, не надо бояться, вот все отправляй, чтобы у представителя палаты было адекватное впечатление по поводу этого ссора. Потому что судья в густелой краске написал того, чего не было. Она писала о хамском поведении, о неэтичном поведении к суду, о неуважительном отношении к участникам процесса, о затягивании процесса, о симуляции болезни, но там вообще полный венегрес. Вот, собственно, такая вот история, которая сегодня есть. Дальше. Одно из дел, которые здесь мне пришлось столкнуться, это по области. Она взяла деньги и не провела их через кассу. То есть сегодня мы дружим с клиентом, завтра мы не дружим. Это тоже принципиальная ошибка. Кончилось с тем, что, значит, мы решили, что она не пойдет на комиссию Галаганову в область, пойдет представитель в моем лице и мы там доложим. К моменту, значит, разговора дисциплинарного производства мы вернули всю сумму доверителя, взяли от него все соответствующие заявления о том, что он примирился и не удержит никакого вреда, просит не наказывать, просит превратить, отзывает свое дисциплинарное производство. Это главный документ, который... Это жалобы. Да, они имеют право отзывать. Соответственно, вот когда ты миришься, если жалоба там летит на тебя, нужно прикладывать усилия, чтобы было заявление, что он отзывает свои жалобы. Соглашение было? Соглашение, значит, еще одна ошибка была допущена в том, что она не передала вариант соглашения ему. За рамками моего понимания не передала по факту. Ну, мы к заседанию коллегии мы вернули деньги, взяли письмо, что он просит податься по прекращению дисциплинарного производства, просит прекратить дело за примирением, и что претензий никаких не имеют. Значит, с нашей стороны, с нашей стороны коллегии пошел я, с той стороны, от него пошли два адвоката, мы, значит, вот перед столом уважаемого собрания были втроем. Втроем были, значит, там были недоброжелательные, которые тут покипели, хотели ее видеть и какой-то крови, но вот пришли представители, доложили, мы лица нейтральные, в этом я увидел большой плюс, когда ходит представитель, а не сам адвокат, адвокат, потому что адвокаты это такие же люди, то есть мы работаем далеко не всегда в самой доброжелательной среде, и когда это все какая-то внешняя сторона на нас пытается накатить баллы, это одна ситуация, но когда ты попадаешь в адвокатское сообщество, ты чувствуешь явно недоброжелательные к себе отношения, конечно, многие теряются с трясущимися руками, и я был тому свидетелем не раз. Вот, собственно, то, что у нас есть на сегодняшний день в наших коллегиях. Поэтому вот то дело, которое сейчас есть, мы отложились до вступления приговора в законную силу, апелляция подана, ждем решения суда. Апелляция другой стороны подана, да? Мы подали, мы подали, обвиняем. Все-таки на обвинителей на оправдательный приговор мы подали, плюс полетела жалоба, в поле коллегии судьи, на недостойное неэтичное поведение. Может быть, и не будет разбирательства, но пятно или суда уже будет, потому что там явные нарушения. Отдельно за рамками этого разговора, поскольку я много виду пример, отношение к московским адвокатам, ну, мягко говоря, неприятное. Значит, у меня было дело с одним ФСБшником, он сидел на домашнем аресте, меня попросили приехать, я посмотрел и видел там кучу нарушений. Когда лицо сидит на домашнем аресте, кто к нему может ходить? Адвокат. Раз. Кто еще? Врачи. Два. Три. Кто? Следователь, да? И близкие родственники, которые там с ними живут. Причем весь этот друг достаточно определен в перечне. Значит, мое отсутствие. К нему заходят в ворота его особняка двое, ФСБшником, и начинают с ним беседовать по-свойски. Вот там приехал к тебе московский адвокат, ты давай там его отведи, зачем тебе эти сложности. Он тут приедет, но ты там, ты же знаешь, где ты наследил, ты там уходи и все такое прочее. Ты давай его отведи. Следователь со второй попытки со мной перестал тут же общаться. Если раньше я приходил к мему в следственный комитет по Воронежу и заносил документы там какие-то вот как вам, ко мне выходила девочка, забирала документы, меня даже не присправили туда, и мы там разговаривали. Как только я приехал, возникло жгучее желание изменить меру с домашнего ареста на стражу. Они нарисовали, значит, на тот момент действовало послабление, сейчас его убрали, о том, что человеку разрешены там прогулки два раза в день. Сейчас домашний арест заключается в том, что ты просто дома сидишь. Ты никуда не можешь поднять. Все. Ну, я хочу добавить это так, это так, но мне вот Московский суд может быть не знает этого, но разрешил прогулку. Они иногда совмещают с запретом определенных действий, но вот и всего, но это хорошо. У меня домашний арест предполагает только домашний арест. Только домашний арест только ты сидишь и все. Я не хочу, прошу меня. Формочку открывать. Это разговор отдельный. Нет, конечно. Я вам продумываю. Копейку на пил. Не, 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 не судно сказать. Вы знаете, вопрос в том, что когда отнесли изменения, в редакцию статьи 109, части 2, то есть, да, вот, и сейчас, сейчас Крестовый суд, разъясняя правовый смысл, он говорит, что поскольку у нас при аресте по сразу, когда главная ценность это сохранение здоровья человека, да, она регламентирована нормативными и другими актами, то есть, там, прогулки и так далее, и так далее, а в данном случае у нас это оказалось зарабками нормативного регулирования, поэтому Конституционный суд сказал, что именно вот основная, так сказать, ценность человека здоровья, да, чтобы оно сохранилось под домашним арестом, праве, в праве, суд праве решать и праве разрешать прогулки, то есть, понимаете, вот сейчас я иду в апелляцию, потому что в первой инстанции я председателю Домоскоретский суда не смог доказать, что он правил при продлении меры пресечения в виде домашнего ареста и вправе обязан решить вопрос именно, чтобы человек гулял, чтобы человек не был закрыт в четырех стенах, то есть, ну, вот сейчас, как бы... И вы не отдадите номер вот этого, можно ли вы поставили? Конечно. Да, конечно. Ну, ладно, это мы рады, здесь. Нет, давайте я лучше пройду апелляцию и вам всем сброшу. Все правильно. Я, значит, как следователь хотел изменить меру пресечения домашнего ареста на страду. Значит, была адвокатес, там, сильно известная в тех краях, не буду ее называть, она взялась человек и денег, даже не дала ему постановления о возбуждении уголовного дела. Ни одного документа по своего участия у него не было. Когда я приехал, он был абсолютно безоружен, и первое, что я делал, я пошел познакомиться со стражным делом, и с арестантским делом я взял все документы, которые там были, я их представил, вот смотри, у нее глаза на лоб полезли, то есть как людей вводят в заблуждение. Она ему сказала о том, что ты сейчас вот признаешь свою вину, и все хорошо, и тебя отпустят на домашний арест, а потом тебя вообще освободят. вот такой голый вранье в домашний арест. И тогда я, значит, когда я приложил, дал им на ознакомление документы, приложенные ходатай с следователем перед судом об избрании меры крещения в виде домашнего ареста, в виде заключения по стражам, он на глаза на лоб полезли, потому что он вообще всего этого не узнал. И вот, а, значит, что было, значит, когда я приехал, что они сделали? Значит, он в браслетах гулял, ему разрешали выходить за ворота из его особняка, а у него там насос речки был, и он там иногда его чистил, и там, чтобы поливать свой огород, свои помидоры. Они нарисовали карту его перемещений, значит, ему разрешали в втором четверг гулять по часу, они нарисовали карту его перемещений, наложив их, что якобы это происходило в понедельник и пятницу. Карту перемещений, то есть поговорили с ФСИНом, который надзором осуществляет исследователь, с умным видом бежит в суд и говорит, вот смотри, смотри, какой он. Да, мы, значит, я говорю, подожди, подожди, послушайте, давайте разбираться, какие, нет, иначе мы эту карту, все, значит, я прихожу в областной суд, и областной суд по 29-го, но есть частное определение в адрес ФСИНа. Женщину это увольняет, слезы крики, она бежит к следователю, ну как же так, ты же мне обещала, что все будет хорошо, меня-то уволили, а у меня там дети, а куда я пойду на работу, что же я буду делать-то? Так как доказали, что дети, в данное время? Вот, по наложению, показали, что он в эти дни... Экспертизу проявил? Нет, нет, просто вот, по наложению этой карты мы просто доказали, что в эти дни он был дома, там, за показания жены, и все такое, в областном суде, там, полковник от юстиции сидела, грамотная женщина, в возрасте уже, она посмотрела на весь этот бред, и, естественно, она признала действия незаконными, еще частник вылезал... И ту уволили, да? Да, и ту уволили, а нам от детей... А я говорю, а почему я должен ее жалеть, вот такие художники? Чтобы мужика закрыли сейчас стражей, и что творите? Вот. Собственно, было вот, вот такие вот столкновения, агрессивные, они присутствуют сплошь и рядом. Конечно, это все не очень радостно, но поскольку вот уголовные дела, они с этим сопряжены, я просто всем говорю, надо просчитывать риски. Опять-таки, вот, исходя из той практики, которую я посмотрел, к сегодняшнему разговору, в основном, это касается дел по 51 статье. Значит, ну, бегло, пробегусь по тем кейсам, которые имеют место быть. Он говорит, я пришел в суд, я просто там укорачиваю, смысл просто говорю, все понимают, о чем речь. Значит, есть определенные правила, вы все об этом знаете лучше меня, это у нас система АИСа, да, то есть, она введена для того, чтобы не было злоупотреблений придворными адвокатами, которые пасутся в суде, которые пасутся в отделениях полиции, дознания, и все это, свои придворные адвокаты, то есть, ты обязан зайти, поймать заявку, зарегистрироваться, связаться со следователем по 51, если там арест, ты в течение 24 часов должен там приехать и провести какие-то следственные действия по 52 статье, по 4 части. Значит, он говорит, вы выгудили дисциплинарное производство по нему, я пришел в суд, а судья попросил меня, и я не мог ему отказать, а я из уважения к суду, а я пришел там по-другому делать. Ну, типа, вот так все быстро было, я не успел ориентироваться, и вот судья меня попросил. Значит, чего не делает, к сожалению, львиная доля дел, это по провокациям суда и по провокациям следствия. Вот из 51 статьи, из тех нарушений. То есть, поскольку идет постоянное соприкосновение с этими ветвями правосудия, меня там следователь попросил, а я там был по-другому уголовному делу, вот пойди там по присутствию, а меня там вот судья попросил, а потом все это прилетает в дисциплинарное производство. Значит, на моей практике у меня как было, я пришел по 51-й в Таганский суд, судили там группу бандитов, по какой-то причине, уже не помню по какой, его адвокат по соглашению не пришел. Она на щелчок вызывает адвоката, кидает заявку, по заявке я беру, прихожу, подхожу к нему, и первый вопрос, который я задаю, какой? Есть ли у тебя адвокат по соглашению? Он говорит, у меня есть адвокат по соглашению. Я говорю, точно, точно, я к суде обращаюсь, ваше честь, орбит в деле есть адвоката? Есть, но он не пришел. Я говорю, подождите, подождите. Пришел, не пришел, это же другой разговор. Если есть, и нет от него письменного отказа, основной из него я не имею права осуществлять защиту, тем более, когда нет согласия, доверите. Вы никуда не уйдете. Вот такой вот хамстер, я говорю, подождите, я встану и уйду. Я мокс повернулся, на крики, я буду писать на вас в палату, все такое, вы не имеете права. Я говорю, ну, как есть, все, я вас услышал, вы меня тоже. Можно, пожалуйста, вопрос, а в каких случаях, возможно ли, чтобы адвоката по назначению, все-таки, вместо адвоката, по соглашению присутствовали? Нет. Или это полностью скучно? Всегда нет. Меня тут обещали тоже. Всегда нет. То есть, главное, если есть адвокат по соглашению, плохенький он, неплохенький, я сейчас говорю исключительно о стандартах ФПА, чего они требуют? Наплевать. Нет, действительно заняты в другом процессе. Значит, этот адвокат, этот адвокат по соглашению должен проявить свою добропорядочность, заблаговременно уведомить суд следствия о невозможности присутствия на судебном заседании, на продуктуальном действии, уведомить. Все, каким образом угодно. Хоть там приехать, хоть сказать, секретаре позвонить. Я не верю, что у адвокатов нет контактов там секретарей. Я когда хожу, я всегда беру контакты. заранее письменно написал. Это обычно. Приложить. А если я говорю, что он не является больше... Да, вот это все. О чем говорит статья? Она говорит, что 5 суток не явился, следователь вправе пригласить другого адвоката. По соглашению. По соглашению. Как бы вот реализую право на защиту. Если и этого нет, тогда он занимается адвокатской подозрительной 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 но и это сплошь и рядом нарушается. Почему? Потому что даже вот эти несчастные 5 суток не выдерживаются. Сплошь и рядом. Я сам с этим сталкивался. Меня вот вызвали в Капотню. Я приезжаю. Трое суток прошло. Я говорю, подождите. А где адвокат по соглашению? У меня нет его телефона. Я говорю, подождите. Но у подзащитного же есть. Они же как-то общаются. Я прихожу к нему. Мы заходим в камеру. Я беру и говорю, мне надо ему позвонить и выяснить. А там парень был еще тот, Федор, со своим хитрым характером. У него он себе возомнил, что у него такая тактика защиты. Я никогда этого не приветствовал. Считаю, что это глупость полнейшая. Если ты работаешь, ты работаешь. Если ты не хочешь работать, не работай. Он по всяким предлогам уклонялся. То он не, то он занят, то у него там жена, то он в других процессах. Ему повезло, что следователь был достаточно мягкий и непрофессиональный. И она всячески сломала ему на поводу, боясь там жалоб и все такое прочее. Значит, после того, как я выяснил, что у него есть адвокат по соглашению, мы тогда, а когда я помню, мы отложились, я говорю, подождите, мы не будем проводить следственные действия, пока я не услышу подтверждение того, что есть адвокат по соглашению. Я вышел там на волю, взял телефон, позвонил ему, я говорю, вы такой-то, такой-то, да, я такой-то, вас сегодня не было, как мне понимать это? Вы отказываетесь от работы или вы будете, нет, я не буду, я буду работать. Хорошо, говорю, связывайтесь со следователем и продолжайте, но уже без меня. То есть, главный, главный критерий это убедиться, что есть адвокат по соглашению. Опять-таки, статья достаточно подробная, 52, да, или 5-суточная, 51, 52, хотя, по-моему, имеет право отложиться на 5 суток, потом еще раз отложиться и предоставить возможности только потом уже вызвать адвоката по назначению. Это вот очень часто бывает, такой элемент давления. Ну, много случаев головы, значит, опять-таки, я говорю, с полутора тысяч жалов так уж прекратили 52. Из них 36 за неуплату взносов, остальные, вот сколько там будет, это за одиозные, преступные, злонамеренные, грубые и так далее, и так далее, нарушения кодекса этики. Значит, палату интересует прежде всего этический аспект. Этика это не всегда деньги. то есть главные критерии, по которым они оценивают поведение и добросовестность адвоката, это, ну, прежде всего действуют презумпции невиновности, то есть обязанности доказывания, что ты плохой, это лежит на заявителе с учетом той доказательной базы, которую он представит. Добросовестность прижимируется. Прижимируется, да. Ты адвокат, ты в глазах палаты, при начале дисциплинарного производства, ты добросовестный. Все. Это достаточно лицовно. Потом принцип справедливости, разбирание, то есть взвешивание содеянного и того вреда, который ты нанес интересам своего доверителя. И третий момент, тоже харизматичный, это действие всегда к пользе доверителя. Я, например, всегда разрешаю своим уголовникам звонить мне. Я им сам никогда не звонил. То есть они мне могут звонить. Ну, захотел я, когда из СИЗО, да, из колонии, из СИЗО они всегда звонят. По ночам? Да, ну, по ночам я тоже говорю, ребят, не борзейте, давайте уже как-то культурно, я там тоже спать хочу. Ну, у нас тут шмон прошел, мы можем звонить там, с 11, давайте лан так, вот с 11 до 12 у нас четверг, рыбный день. Все, больше не надо. Они звонят, больше, говорю, не надо. Кстати, вот по московским СИЗО сегодня крайне не приветствуется звонить адвокатам. То есть они звонят женам, любовницам, матерям, сестрам, адвокатам не звонят. Я вот в четвертом изоляторе, у меня такая фишка, я спрашиваю, а почему ты адвокатам не звонишь? Они напуганы, что адвокат может сделать определенные злонамеренные действия, сообщить следователю о том, что в камере есть телефон, и будет шмон, они будут лишены. Потому что вот так такое опасение идет. Ладно, дальше. Вы, кстати, можете перебивать, мы тут все на равных, указываем огромный опыт за плечами. Я просто вот рассказываю, на что палата обращает внимание. Среди Шаридович, ну тогда позвольте, вот вернусь к тому рассказу, когда вы встали и ушли, да, и я там плечал, орала, да, правильно, напишет на вас палату, на сомнение. Но вот насколько мне помнится палата, палата московская, во всяком случае, да, палата, она говорила так, что адвокат не может сам разбегнуться и уйти, он может заявить самоотворство. Я уступаю в семье. Ну я заявил устный самоотвор, потому что разговор был, картина, объективная картина была следующая. Вот они сидят вместе в заключении под правил, в народе называется клетка. Я к нему подхожу, в присутствии суда, говорю, у тебя есть защитник? Я пришел по 51. Он говорит, да. Я говорю, где он? Он не может к чему-нибудь прийти. Я говорю, ему говорю, судья знает, что у тебя есть защитник? Да, он говорит, логер, деле есть. Я говорю, ты хочешь, чтобы я осуществлял твою защиту? Нет, спасибо, мне не надо, я хочу с ним. Я поворачиваюсь суда и говорю, я не могу осуществлять защиту. Понятно, как бы, вы не можете защищать человека насильно. Я не имею права сделать. Машина правосудия, она должна останавливаться. Вот как палата будет на это смотреть? О чем ты должен уйти? Уйти, уйти, уйти. Не могу дать и уйти. Дело в том, что... Ну, я не могу если ты уходишь, ты должен понимать для себя, что это автомат возбуждения на дисциплинарке. Чем закончится, это второй вопрос, потому что, как правило, палата встает на сторону адвоката. Но ты должен встать и уйти. Люди будут говорить все, что... Она не будет не только говорить, она оранжевает. Она оранжевает. Оранжевает. Тихие богатые вещи. Она будет оранжевает. Они выключают. Потому что ей удобно продолжать процесс. А ты для нее удобен. А я не хочу быть удобным. Я хочу защитить свои права и его интерес. Потому что я знаю, что... Ладно, значит, у нас сегодня, как я уже говорил, основные моменты это замечания, предупреждения и прекращения статуса. Значит, прекращение статуса было какое? На моей практике человек находится под стражей. Большое дело. Бутырский второй изолятор. У него четыре адвоката. Я один из них. Мы узнаем о том, что один из адвокатов стучит на сторону противника. Вот. в результате те письма, которые пишутся, они не доходят до адресата. Те действия, которые возлагались на этого адвоката, они не осуществляются. была совершенно неприятная сцена в камере, где подзащитный схватился за грудки с адвокатом и говорил, ну, женщина, не хочу я своего защитника. Да, да, значит, ты меня предаешь, ты вот такая сякая ПМСБ и все такое прочее. Все. Значит, статус прекратили, потому что действительно была жалоба и данные действия были расценены как совершенно нарушающие в ходе профессиональной этики адвоката. Главное, это этика, это даже не деньги. Но все знают дело, да, сначала он защищал жену по бракоразводному процессу, потом там что-то произошло и он начал защищать мужа. Все. То есть классический пример нарушения этических норм. В результате жалоба полетела в палату и палата прекратила статус. Так, итак, я рассказал по поводу того, по 51-й, какой существует порядок вступления в дело. Значит, ты берешь заявку, ты связываешься со следователем, назначенно часто приезжаешь, прикладываешь ордер и начинаешь работать. Значит, вот очередное вранье, какая была сторона адвоката, которая получила предупреждение. Значит, она вступила в дело по просьбе следователя, а мотивировала она тем, что она была по другому уголовному делу, следователь подошел к ней, попросил подключиться к данному уголовному делу, а АИС сдала сбой. Ну, система вот этого электронного распределения заявила. Мол, я оказал в дознании тут по другому делу, ну, дознаватель меня попросил, ну, а что такого, вот я, соответственно, здесь. Однозначное нарушение, человек получил предупреждение. Вообще, вот сейчас касается темы по назначению, это решение Совета Федеральной Палаты от марта 2019 года, соответственно, ей вторят правила Московской Палаты тоже от сентября 2019 года о порядке работы по назначению. Вижу изъяну я в том, что если бы Палата по каждому провокационному случаю, когда адвокат проявил слабость воли, повелся на просьбу суда, да, повелся на просьбу суда или следствия, выносил определенный документ в адрес следствия, следственного органа или в адрес суда, уверен, то есть была бы какая-то обратная реакция, ее, к сожалению, на сегодняшний день нет. То есть Палата достаточно спокойно реагирует на эти вещи, ну и спасибо на том, что из полутора тысяч, там я говорю, прекращено было по одиозным нарушениям порядка 15 статусов, ну крайний статус вы знаете, это Пашаевы, Добровинские, которые устраивали определенные годы, 15 статусы, именно за неуплату взносов порядка 30 статусов. Прошу прощения, а сколько считается неуплата взносов критично, сколько для московской палаты? По-московски 3 месяца. Ну то есть везде практика такая, то есть 3 месяца если не платишь, то палата в праве предприятия статусы, это у нас тоже было, тоже там было. Ну надо помнить, что следователь вправе провести следственные действия при проведении всех процедур и без защитника за исключением определенной категории дел, да? Какие? Это несовершеннолетние, это если человек не знает русского языка, что там еще там? Пожизненное. Да, пожизненное. Ну в общем вот такая категория достаточно специфическое дело. Вот вопрос, в ходе дисциплины, дисциплинарного производства рассматриваются только вот факты изложенных жалобей или проверяются там взносы, платил, не платил, допустим. не только жалоба. Да, вот кстати, совершенно прифигел от одного дисциплинарного производства, хочу о нем сказать прямо, был неприятно и удивлен, до какого уровня может опуститься адвокат в плане той риторики, которая звучала в рамках дисциплинарного производства в стенах палаты. Значит, там было написано, когда идет дисциплинарное производство, признал свою вину, в содеянном раскаялся, указал, что он единственный кормилец в семье, что данный доход является для них единственным в семье. да, не губите меня, хлопцы, упал там ноги, плакал, в результате получил предупреждение. Ну, надо ли себя так вести, оставляя? Работало ли? Ну да, я просто так подумал, что добился своей цели, как говорится. А что тут здесь может быть? Слушай, ну гордость должна же быть у человека, какая, понимаешь? Как-то вот тоже нельзя до такого свинячего состояния опускаться, и чтобы об тебя так вытирали ноги. Ну, напортачил, скажи честно, напортачил. Вот так он раскаялся. Ну, риторика раскаяния, признание всадеянным, это при разбирательстве уголовного дела в отношении обвиняемого. Это немножко другие. Я вот на это обращаю внимание, поскольку здесь все собрались. Ну, назовем это так. Но вот эта риторика, конечно, меня просто, мягко говоря, удивила. То есть лексика применима к обвиняемым подсудимым в рамках расследования исключительно уголовных дел. И вот такую лексику он применил по отношению к себе, то есть фактически для меня это просто уничтожило, лицо потерял, проще говоря. Надо или не надо, это вот на мое личное мнение, как говорил предыдущий уважаемый спикер, я бы так никогда не стал себя вести, но как-то есть вещи, которые делать нельзя. Ну, опять-таки, вот поскольку мы говорим об автоматизированной системе, повторяюсь, уже главный момент это брать заявки только по 51 статье. У меня вот сколько раз было со следователями хорошее отношение. Алишер, давай мы будем тебе давать работу там, то сё. Я говорю, ребят, к сожалению, не получится, вы кидайте заявку, а я попробую там поймать её. И был неприятно удивлён. Может быть, вы мне все скажете, чего я упустил. В моём понимании заявки идти должны в каком-то непрерывном ранжире. То есть, она кидает эту заявку, звонит мне, говорит, я кинул заявку, смотри, я её открываю, а я там не вижу её. Она распределяется в другую блокаду. Да. Кто-то быстрее открыл её. Может быть, она не в темно приходит сразу. Нет, она уходит на пять адвокатов. Это вот я вам говорю по Москве. А какие эти пять адвокатов, что эти за пять адвокатов? Не сав. Не сав. Да, я знаю систему. А что это за пять адвокатов? Это уритин, кто-то там сказал. значит, система автоматически смотрит, кто меньше берёт заявок. Если адвокат игнорирует заявок, то ему меньше приходит. Если адвокат активно работает, то на него распространяется. Но там внутренняя система, она очень хаотична. И вот новые адвокаты, которые вступили и в 51-й работают, их на полот больше нагружают. Почему? Потому что сама система разработана для новичков. Чтобы они подтягивались, подтягивались в профессию. Допустим, я с три года стараюсь, без малого. Вот у меня в первое время, я опубликовался на 51-м, вообще. Я с удовольствием не работал вообще. Ну это нормально, да. Да, у меня заявки шли, у меня прям сумасшедшие деньги были. То есть я брал, 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 и иногда еще тут я сижу, вот я приходил, я беру и туда и следствие и там все рядом было. У меня рабочие дни полноценные были. Вот прошло буквально года полтора-два и все, они прекратились. Они редко-редко приходят, но приходят. И вот когда мне объяснял куратор, он говорит, сама система, она настроена на то, чтобы большинство заявок давалось на вещам, чтобы они понимали профессию, дух, и в принципе она серьезно прокачивает. Услышал. Услышал. Все, спасибо. Я просто, да, замечательно. Ну вот, то есть мое сотрудничество со следователями, невзирая на наше взаимно горячее желание поработать в таком вот тандеме, используя эту систему, не получил, потому что я этих заявок не видел. Я говорю, слушай, не складывается, значит, будем просто общаться и дружить. Как работает политикационная комиссия сегодня? Процедура следующая. Для сведений всех. Значит, дело сначала прилетает на политикационную комиссию, которая рассматривает дела, выносит свое заключение и отправляет на утверждение либо на рассмотрение в совет. Совет – это высший орган и не факт, что он утверждает. Для меня, кстати, было тоже, когда я просматривал, удивление, что значительное количество дел возвращается вновь до следований. Мы назовем так, да, политикационную коллегию. То есть, какие-то новые обстоятельства не учли, чего-то не доглядели, где-то не досмотрели, давайте там заново рассматривайте. Да, часто утверждают, реже отказывают, но большой процент того, что они рассматривают повторно, заставляют в политикационную комиссию рассматривать эти дела повторно. Конечно, конечно. Вообще, в принципе, как бы, как работает кодекционная комиссия? Ну, я член кодекционной комиссии на Сидежской области, отработал там. Вот, допустим, 15 человек поступает в жалоб. Последатель комиссии распределяет эту жалобу, он конкретно дает ее кому-то, одному из адвокатов. Он дает мне жалобу и говорит, «Вы, Михаилович, пожалуйста, соберите материал». То есть, я должен созвониться с адвокатом, потребовать у него датье адвоката, потребовать у него объяснение, то есть, вот, пригласить его, ну, если, допустим, не время, давай, побеседуем с ним, все, и предложить ему, что ему необходимо представить конкретно по данной жалобе. Соответственно, я копию жалобу ему вручаю под расписочку, то есть, вот, он получает эту копию жалобы и, соответственно, все это предоставляет. Потом я готовлю материал и готовлю свое заключение. Имеется ли в его действие и бездействие нарушений, требований закона об адвокатской деятельности либо кодекса просиления. Потом, когда мы собираемся на, так сказать, комиссии, я докладываю комиссии, говорю, что вот так-то так, то-то-то, такие-то материалы и мое мнение, я считаю, что в Европе есть нарушения. И какие-то конкретно, я конкретно называю норму, то есть, код закона и кодекса. То есть, вот, значит, они говорят, хорошо, давайте выслушаем адвоката, приглашаем его, он заходит, мы его выслушаем. Или представитель. Да, либо представитель, либо он, допустим, либо он вместе с адвокатом, как говорил Алиса Реоргиевич, то есть, вот, после этого все задают вопросы, какие у нас остаются неоткрыты, потом уходят, и мы голосуем. Раздаются весты, где написано, имеется ли там нарушение кодекса, там, то-то-то, либо не имеется. Проголосовали, почитали голоса и говорят, большинством голосов состав есть, то есть, ну, нарушение, то есть, нарушение закона, и, соответственно, дальше, материал, заключение комиссии уже, заключение готовится, я готовлю заключение, комиссия, которая подписывает члены комиссии, и направляется уже в совет палаты, и совет палаты уже, рассматривая наше заключение, принимает решение, и они также оценивают, есть или нет в его действиях нарушения, поэтому не всегда, правильно, Алисурович сказал, не всегда, если мы, например, приходим к выводу, что там есть нарушение, иногда совет с нами не соглашается, говорит, что нет, адвокат ничего не нарушил, поэтому дисциплинара производства предложит прекращение, либо наоборот, мы говорим, нет нарушения, мы не передаем, не передаем, но есть особое мнение, которые, допустим, могут выразить некоторые адвокаты, и говорить, что да, у нас есть, допустим, есть категория адвокатов, которые страшно ненавидит других адвокатов. Серьезно, я в заключении еще, они говорят сразу, приходит любой дисциплинар, и решение, решение, все, то есть, решение статуса, решение статуса, и прям работают как следователи, они прям жестко, так прям, все, какой-то комплекс, я вот тоже, да, давайте я сейчас, вот у нас уже регламент, я просто, я прошу прощения, не, все правильно, очень не любят заранее обещанный результат, то есть, адвокату, все мы знаем, да, кодекс, запрещено гарантировать заранее обещанный результат. Все, это сразу слетает статус, если, обычно все это делают адвокаты-решальщики, я там пойду с правоохранительные органы, и за это тоже слетает сразу статус, я там все порешаю, и так далее, и так далее. Ну, вот я уже рассказал об одном адвокате, не хочу фамилию его называть, 600 тысяч взял, и в результате я там все решу по закрытию уголовного дела. Ну, какие-то кочедячие, вот я смотрю, 3,6 адвокатов было лишено на год, 8 на 2 и 8 на 3. Ну, на 3 это считается край-край и совершенно агиозная ситуация. В заключение я немножко хотел бы сказать о другом, значит, мы сейчас говорили, я считаю, что после последних событий в коллеге об этом надо всем нам сказать, я после событий в коллеге мы сейчас говорим о правах палаты, но в связи последних событий надо сказать об обязанностях, которые они обязаны делать по разъяснению федеральной палаты адвоката и по рекомендации московской палаты в лице представителей при проведении обыска, какими полномочиями наделен представитель палаты и что он должен делать в палате при проведении обыска в адвокатском образовании. Значит, то, что я услышал от коллег, как это все было, это вообще, конечно, не выдерживает никакой критики. Вкратце, это отдельная тема, значит, есть два документа, один от 2017 года, второй от 2023 года, пронизан еще духом ЕСПЧ и так далее, и так далее. Сейчас, конечно, риторика изменилась. Короче говоря, простой смысл заключается в том, тот отбор, тот перечень доказательств, который установлен судебным постановлением об изъятии в ходе обыска, перед тем, как передается следователю, сначала просматривается представителем палаты, он оценивает это с точки зрения допустимости, относимости того постановления судебного разрешения, которое есть по данному обыску, сам принимает решение, что передать, и только после этого он передает следователю, и он обязан это записать в протокол обыска, и согласиться с этим. Это совершенно дикая ситуация по сравнению с тем, что у нас было пару ночей назад. У нас было следующее, что некий представитель фамилии, там, Якин пришел, как я узнал, полночи он спал, полночи он молчал, и на вопрос, а ты кто такой, он сказал, я был представитель палаты. То есть фактически он наш адвокат, который должен защищать нас в период конфронтации, в период милиции приятного жесткого разговора, и я вам это не дам, вы не имеете права, потому что автоматически если идет прямое столкновение, это 286-е превышение служебных полномочий, то есть идея какая, что сам представитель решает, что передать следователю, а что оставить в себе, и только после этого это все изымается и записывается. Ситуация была с точностью наоборот, человек просто сидел, молча отбывал свое присутствие, сам следователь проводил этот обыск, и сам записывал, а где-то было там, когда шла война. То есть это первое, что представитель был. То есть поскольку это на моей памяти Максим Сергеевич пусть меня тоже услышит, я считаю, что второй обыск в палате и в коллегии, и коллегия должна быть готова к такого рода событиям, периодически нужно проводить собрание на тему того, как вести себя адвокату в такой вот среде, когда приезжает обыск, какие полномочия должны быть у представителя палаты, какие полномочия должны быть у коллегии, как себя вести и как вообще должна проводиться процедура обыска, чтобы избежать момент растерянности, подавленности, непонятно какого момента, что можно говорить, что нельзя, как себя вести. Потому что мы живем, как я говорю, в несильной доброжелательной среде, и эффект внезапности никто не отменял, и какие у нас есть полномочия. Вот когда я сам для себя освежил те полномочия, которые есть у представителя палаты на тему о том, как это должно быть, и как это есть на самом деле, я, конечно, призадумался, насколько мы далеки от фактического положения вещей, и насколько мы имеем право рассчитывать на поддержку и защиту палаты в условиях протягиваю сильных обстановки. Я полагаю, это надо довести все-таки до президента, чтобы у нас не было представителей палаты, которые сидят и молчат, которые сами не знают закон и приезжают сюда просто отбыть присутствие. Нам это абсолютно неинтересно. благо мы здесь сами были адвокаты и сказать, чтобы мы были в растерянности, знаете, здесь было такое, если рассказывать, что... Ну да, я читал замечания и достаточно грамотно я не мог не сказать об этом, потому что вот то, что мы еще не говорили, это вопрос о наших обязанностях. Здесь надо уже говорить, а что обязаны делать палаты. То есть, если ты требуешь нас, то сами, сами... Вы представляете достойного человека от палаты, который должен представлять, на высоком уровне должен представлять. Или прослушал, то ли потерял мозг. Какими документами это вот? Вот я... Это называется рекомендация комиссии адвокатства палаты Москвы. Ну, а следователь всегда скажет, что... Это же рекомендации, а у меня рука есть. Нет, нет. Это для следователя рекомендации, а для представителя палаты это норма закона, которую он должен выполнять и знать. Это же для него пишется, а не для меня. Это пишется для него, это ты должен это выполнять. Я вот только хотел точнее. Обязанность на применение адвоката и так, она возможна. Отдельно я хочу сказать огромное спасибо нашим двум замечательным женщинам. Это Катерине Шубиной, отчество, к сожалению, я ее не помню. Борисовна. И Марине Владимировне Асуслова, которые вот реально защищали нашу палату в эту карнавальную ночь и достойно себя вели. Честь им и хвала. У меня все. Субтитры создавал DimaTorzok